Что мне еще очень нравится в этом рецепте, то что смотрите сколько бумаги. Мне тут моя мама сказала Привет понедельник называется. В общем, ребята, я планировала эту неделю начать с тренировки, с разбора коробок, вещей и так далее, но вот что значит все прелести, когда у тебя садик находится далеко. У нас есть в садике такая штука в общем ребенок иногда приносит фрукты для всех. Конечно же сегодня Ева на очередь, конечно же и конечно же забыли это дома. Я сейчас должна лететь в сад срочно отнести к обеду детям фрукты. Причем я эти фрукты купила еще знаете когда в субботу, потому что воскресенье все закрыто в Германии. Я купила это в субботу заранее. И когда они уехали уже, я такая что-то хожу покажу. Смотри, на диване лежит сумка. Думаю, понятно, понятно. Так что я сейчас быстренько собралась и поеду туда, отвезу это все. Вот так вот сейчас я вам покажу какие фрукты выносит в сад. Вот эту карточку Евочка получила в пятницу у нас, чтобы она к понедельнику принесла фрукты. Здесь она мне заказала персики, яблоки и апельсинки. Это где-то вот раз в 2 месяца, раз в 1,5 месяца наша очередь. Вот так вот. Мы должны привезти сумку фруктов. Любых, каких хотим. Арбуз, бананы, ну все что хочешь. Ребенок сам выбирает. Вот Ева выбрала вот такой набор. С Ева мы только что пришли из магазина. Сейчас покажу быстро, что купили. В Лидере взяли вот такую воду. Потом здесь базилик в горшке. Очень-очень большой. Такой пахнет невероятно просто. Арбуз, груши, черешня, пакетик, авокадо, паприка, томаты, огурчик, соус болонезе, молоко, колбаска, творог, кефир и шоколадка. Вот такие покупочки. Ева от своей игры не отходит. Теперь просто она постоянно смеет. Тебе нравится? Игорь мне говорит, что это вы купили? Что это такое? Я говорю, ты не разбираешься. У всей молодежи сейчас такие игры у деток. Даня? Угу. Папа не разбирается, скажи. Он просто не в тренде. А вообще на вероятно зашла. Он вообще в автобусе едет, только в нее и играет. Когда Ева ему разрешает. Ну, потом папа сказал, а что с ней делать? Ну, ты тоже сказала, и потом просто бегать. Да? Просто? Ну, мне интересно. Ну, тебе интересно. Ну, хорошо. Мода такая, мода. Ну, что ты делаешь? Да спасибо, спасибо, дорогой. Ты в футбол будешь играть? Сынок, покажи, как ты гол делаешь. Покажи. Гол. Молодец. Мама брезается. Молодец. Давай еще. А, да я еще сильнее. Вот папа. Мне принесли посылочку. Это мне. Это мне. Я заказала себе в СНД вот такие вот две обычные базовые футболки. Одна белая, другая серая. Белый-серый. Это такой вот грязный серый. А это даже не белая, а как такая молочная. Ну, вот они такие, знаете, плотноватые. Качество. Вот такое вот. Вот. Видно? Не совсем тоненькие. Даже не знаю. Хотя у нас жары, в принципе, не бывают. Ну, такие на теплую погодку, но не на жару, потому что они плотные какие-то. Понравилась мне эта футболочка. Красивая такая. Мне нравится, как она села, так свободненько. Все, как я люблю, в общем. Так, мы собираемся сейчас на прогулку. Пойдем с детками прогуляемся. И сейчас хочу вам показать кое-что у нас новенькое. Повесили мне шторки. Тебе нравится, как шторки смотрятся? Да. Телевизор, конечно, мы отсюда уберем, естественно. Мы заказали такую штуку, в общем, на которую вешают на стену. Вот. Мама, куда будет телевизор? Мы его повесим вон туда. Там где-то в углу будет телевизор. И повесим еще шторки. Вот здесь есть у меня вот такие. Вот. Какая тюль. И еще одна новинка. Шкаф у меня здесь теперь. Так. Еф, ты видела? Да. Но я дверьку не видела, а потом увидела. Да, это папа только что повесил. Классно. У нас есть теперь вся моя косметика. Все, все. Так компактно я поставила. Я хочу под ватки купить еще такую штучку. Такую стеклянную. Мама, здесь всякая косметика. Здесь у меня все поместилось. Классно все спрятано. Теперь ничего нет на виду. На одной полочке косметика, на второй сумочке, на второй ушки чистить. Правильно. Все ты знаешь, да? Мне что нравится? Он такой вот тоненький, но такой вместительный. Знаете, вместительный. Мама, подходит же. Подходит все. Хотя это искусственные. А вот это настоящий. Да. Он пахнет? Нет. Мне кажется, мне пора уже красить волосы. Они какие-то сейчас такие рыжеватые, что ли. Нет. Да, пора краситься. Сегодня зашла в Эдеку. Купила деткам вот такие вот пельмешки. С Путином. Они классные, вкусные. Дети их любят. Это с индюшки. Мясом индюшки. В Лидере у нас здесь таких нет. Я не видела. И нам взяла вот такие вот китайские пельмешки с рыбкой. Очень мне нравятся. Тоже я здесь таких, по-моему, ну, я не нашла пока. В общем, очень вкусные. Дальше. Вот эти вот пакадельки, кстати, которые я брала сейчас в Икее. Какие-то они не те. Видите, даже видно кусок. Вот кукуруза так крупная здесь. Все горох, кукуруза. Что-то они мне не понравились. Я не знаю. Там было их несколько видов, но я не те взяла. В общем, не очень. Вот. Показываю свой обед. У меня здесь, как я называю, китайские пельмешки с красной рыбкой, соус терияки и семечки сезам. Вот. И салатик, помидоры, базилик, чеснок, соль и сметана. Очень вкусные. Как я и обещала, буду готовить сейчас вафельки. Вот у меня здесь все уже приготовлено. Так что записывайте рецепт. Они очень вкусные. В 2 яйца добавляем 3 столовые ложки сахара и щепотка соли. Хорошо это теперь взбиваем. 170 грамм творога плюс чайная ложка соды. Хорошо теперь перемешиваем. А на весах-то села батарейка. Ну ладно, я так замерю. Мне надо 150 грамм просеянной муки. Помощница моя пришла. Так, я забыла еще ванилин чуть-чуть. А что такое ванильный? Ванильный сахар. Давай перемешай. О, вкусно. Ждем. 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 Знаете что? Что? Я сейчас буду мутеллу накладывать. Ой, какая ты. Я не плюну мутеллу. Конечно. Ванночка новая, да? Я все вот сзади. Аккуратно. Да. Что мне еще нравится в этом рецепте, то что вафельки получаются вот такие вот пышные, надутые, и они не прилипают. Их нормально, можно отсюда достать. Я раньше любые разные другие рецепты пробовала. Бывало, не могла потом отмыть вафельницу вот эту вот. А вот этот рецепт, он вот так вот классно встает. Вот. Так что готовьте. Очень-очень вкусно. Да, дети? Вам вкусно? Тесно положится. Мне тут моя мама сказала, что я вам не сказала, что я купила вторую шторку. Да, ребят, вот. Мы докупили тогда в окей. Я забыла, честно говоря, что я не показала. В общем, теперь они две с двух сторон. Здесь очень так красиво, миленько, хорошо. И, кстати, мне еще многие говорили, что вот из-за того, что у нас ровный пол, видите, с душем, да, на одном уровне, будет типа затекать вода. Здесь все такое, надо там бордюрки делать. Но мне кажется, оно так сделано, специально вот немного под наклоном, потому что вообще идеально. Все туда утекает и ничего нигде. Я даже сильно буду душем лить. То есть оно вот за вот эту вот линию, вот где вот эти маленькие квадратики, видите, выделено, да, оно даже не вытекает сюда. Так что все очень продумано, да, мелочи, и очень все удобно. Вот, супер. Так, шкаф я вам показала, да, все, в принципе, показала. Вот так вот здесь теперь у нас аккуратненько там стиралочка. Наконец-то вчера мне ее включили. Десять дней я без стиралки была. Десять дней я стирала бедерки. Вот, Игорь, в общем, намучился с этими переходниками. Он покупал несколько разных. Потом покупал такие, знаете, вот эти волосы, которые наматывать. С кремом, с каким-то, в общем, куча всего накупил. Все не то, все не подошло. И в итоге он купил такой новый вот этот сам провод. Ну, он такой, видите, тоненький, какой-то хлипенький. Выбора такого не было. Были либо такого, как у нас есть, с таким толстым, и он как бы и самый дорогой стоит, ну, 3-6 евро. Или вот такие вот все тонкие были. Он взял этот тонкий, единственный, который нам подошел. Потому что без стиралки вообще как-то не весело, знаете. Вот. А так будем сюда вешать все с люстры скоро уже тоже. Он уже все забрал с той квартиры, все привез. Все, сегодня он уже отдал квартиру. Должны были у Игоря ее принять. Собрали ключи, в общем, посмотрели. Он всю неделю там делал ремонт. Все сделал, белоснежные стены, все чисто, все намыл, все вообще. Я, кстати, пришла туда раз, помыла ванной кафель. Он мне сказал, что я это делаю некачественно. Что я так поверхностно протерла. Сказал, что сделаю все сам. Ну, ладно, хочет сам, так сам, да. Вот. У меня здесь много работы по дому. Вот такие вот дела. Кстати, я смотрела только что на почтовых ящиках. Еще у нас люди какие-то подъезжают. Там, по-моему, три новых фамилии висело, да. Так что скоро, я думаю, может, на этих выходных будут заезжать кто-то. Будут сейчас тестировать масочку. Села в Росване. Вот такие вот, розовая, голубая. Я, в общем, здесь заполняю сейчас документы Ева в школу. Уже замучилась здесь заполнять очень-очень много всего. В общем, хотела показать. Вот список. Это разные, вот видите, надо книги, там какие-то вот они все, вот цены. И вот это вот все надо владеть 70 евро за вот это вот все. Потом здесь еще какое-то я нашла. Мейер меню. Это моя девичья фамилия, ребята. Я же немка. Вот. И здесь можно вегетарианская есть 2,98. Потом еще обычная, наверное, десерт. И, ну, в общем, вот тут тоже это. Какое-то вкусное мейер меню. Интересно свою фамилию видеть. Хотя это в Германии вообще самая распространенная немецкая фамилия. Дальше, что еще здесь такое? Вот еще списочек, что здесь надо. В общем, все здесь расписано. Домашние тапочки. Очень много всего для спорта. Здесь футболка, короткие штанишки. Потом вот, в общем, резинка для волос, если у кого длинные волосики. Вот это вот. В общем, надо здесь все внимательно просмотреть, все себе записать, отметить, что надо подкупить. И как-то так. Посмотрите, сколько здесь бумаги. Это я немного бокалов распаковала. Ну что, едем кататься? Да. Я и моя принцесса на велосипедах. Это что-то. Я думаю, это... Кто? Ты в поиске улиток? Мама. О, накатались. Все бабочки, одна бабочка села на цветочек, и потом другая бабочка села на бабочку. Да? Класс. Природа. Так, где там Лука? Несется? Все, едем дальше. Поехали. Окей. Класс. Субтитры сделал DimaTorzok